Все, давай. Присаживайтесь поудобнее, история обещает быть очень интересной. Очень классно, прикольно, необычно. Такой машины ни одной здесь сейчас. Очень красивый автомобиль. Ёлы-палы! Сейчас я просто в шоке. Вау! Какая красивая, зайка! Я не верю, что это она! Диски на 100! Почему мне так не везет? Ребят, у меня сегодня второй день рождения. Я ждала этого момента полгода. Ощущения у меня внутри очень перемешаны. Дикие волнения, раздражения, где-то агрессия, где-то наоборот я радуюсь как ребенок. Но суммарно, если объединить все эти эмоции, ощущение как будто вот-вот должно произойти реальное чудо. А что именно? Я думаю, по названию ролика вы уже поняли, что сегодня в моих руках окажется машина, которую я ждала полгода. У меня сердечко бьет конкретно. Оно вот-вот и выпрыгнет. Я не могу спустить улыбки со своего лица. И мне будет вручать машину Дима. Для Димы это такой же ответственный момент, потому что чуть позже я расскажу, почему машину я ждала полгода. Почему она так долго оклеивалась, чтобы вы поняли весь масштаб трагедии. Ну а так, что у меня получается тачка год почти как. Ездила на ней всего полгода. И вот спустя полгода я ее наконец вижу. Ну что, пойдемте ее смотреть? Let's go. Ты что так радуешься? Что-то хорошее случилось? Ага. Ты примерно помнишь, сколько мы потратили денег на организацию съемок за прошлый месяц? Ну да, помню. Ты радуешься тому, что нам много денег потратили? Тебе не кажется, это странно? Да нет же! Мне пришел кэшбэк за прошлый месяц. Вот, смотри. Офигеть! Это точно кэшбэк, а не зарплата? Точно-точно, это все карты Тинькофф Блэк. Расскажи-ка подробнее. Без проблем. Киндеры Тинькофф Блэк – это суперудобная дебетовая карта. С ней нужно просто покупать товары, как обычно, и получать кэшбэк за все покупки, которые приходят рублями прямо на карту. В приложении банка есть разные категории кэшбэка, поэтому для каждого пользователя обязательно найдется подходящее. Кроме того, каждый месяц вы сможете выбирать еще 4 любимых категории и получать кэшбэк до 15%. Например, я в этом месяце выбрала категории одежда, обувь, аптеки, животные и все покупки. Кроме того, для пользователей Тинькофф Блэк очень удобно то, что можно переводить деньги в другие банки без комиссии через СБП всего в пару кликов. А снимать наличные можно без комиссии в банкоматах даже других банков. Переходите по ссылке в описании, оформляйте карту и получите Тинькофф Блэк уже сегодня. С Тинькофф Блэк за все кэшбэк. Тинькофф Блэк за все кэшбэк. Ну что? Она такая красивая. Я не верю, что это она. По-моему, это вообще топливая тачка. Это самая красивая женская тачка, которую я видел. Ааа, какие диски, блядые. Я не могу это сделать. Ради этой реакции мы ждали очень долго. Вот здесь антихром сделали. Она такая трясется. Сделали химчистку. Она такая чистая. Ну что ты? Скучала? Рулька алькантаровой. Мне очень скучала. А будем на стульчиках ее запускать? Все. Все. Ну что, ребята, я знаю, что вы ждете объяснений, куда пропадала моя машина полгода. Были вопросы из разряда, ты что продала ее, ты ее разбила и не сказала нам, она просто испарилась. Нет, ребят, я первый раз заикнулась о том, что я отвожу машину на оклейку в апреле этого года. До апреля я ждала 4 месяца пленку и диски. Когда диски были уже вот-вот в России, потому что заказывала я их из другой страны, я поняла, что настало время клеить пленку. И сейчас я расскажу вам о всей хронологии, которая была. Присаживайтесь поудобнее, история обещает быть очень интересной. Май месяц, я говорю, все, пленка приехала, пора ее клеить, отдаю одной компании тачку на оклейку, я не буду сейчас называть ни нейминги, ни названия, ни как-то тыкать пальцем в кого-то, просто отдаю сторонней компании тачку на оклейку. Проходит месяц, проходит два, проходит два с половиной. Наступает середина июля, и, конечно, я не из тех людей, которые будут, знаете, дергать кого-то и спрашивать, ну что, когда? Где тачка? Ну? Да уже приехали! Когда приедем, тогда и приедем. Но когда я понимаю, что машины нет уже два с половиной месяца, хочется посмотреть на результат работы. По итогу я приезжаю и вижу, что тачка стоит на том же месте, в том же состоянии, когда я уезжала от нее, грубо говоря, в начале июня. Для меня, конечно, это огромный вопрос, почему так долго, на что мне говорят, что машина не из салона, у нее очень много нареканий по ЛКП, поэтому мы решили полностью его снять и перегрунтовать, и сделать как бы новую тачку по ее внешней составляющей, короче, полностью обновить ЛКП. Я такая, окей. Но мне казалось, что это можно сделать, ну, максимум за две-три недели, ну, никак не два с половиной месяца, согласитесь. Тогда мы приняли решение с Димой, что мы забираем машину и отвозим ее к его ребятам, которые должны были сделать все быстрее, и он был уверен в них. Окей, мы повезли туда, ему сказали, в начале сентября можете забирать тачку. Я думаю, ну, окей, хорошо, я хотела покататься на этой машине летом, но, как бы, если волосы ныне там, то я могу и, как бы, что сокрушаться, надо позитивить и забирать тачку уже осенью. По итогу, я не могу, просто надо с юмором к этому, по всему, относиться, чтобы потом не было никакого хард-атака и эмоционал дэмэджа. По итогу наступает начало сентября, и я спрашиваю, ну что, где? И мне говорят, ну, слушай, надо еще времени. Я такая, окей, не вопрос. И все это время, как вы понимаете, езжу на Черныше, езжу на М3. Короче, я просто как такой заяц, который ездит на разных тачках, я не жалуюсь. Это круто, я обожаю эти машины, но, знаете, когда у тебя есть своя машина, на которой ты мечтаешь кататься, все-таки уже хочется на ней кататься, а не на чужих тачках. И, короче, 20 октября. Мне говорят, машина наконец-то готова. Я такая, а, ура, все, можно забирать тачку. Но стоит как бы ради справедливости сказать, что у меня лопнуло заднее стекло, и искали замену этому заднему стеклу. За месяц не нашли, тоже по каким-то причинам мы уже были готовы покупать за достаточно дорогую стоимость. Но нет, вообще тоже не оказалось этих стекол. Все, мне ставят мое старое лопнувшее стекло, потому что я говорю, что все, не надо мне ничего менять, давайте дождемся уже, когда я уже чуть-чуть поеду, потому что, понимаете, октябрь. Мы живем не в Л.А., мы живем не в Майами, и хотелось бы мне покататься на этой машине, пока она на летней резине, то есть на ее супер красивых дисках. Я забираю тачку, я дико радуюсь, что я объясняю, вы видели мою реакцию, я была невероятно рада, как будто я забрала новую машину из салона, как будто даже лучше, чем новую машину из салона, как будто это та машина, у которой уже есть история, и ты с ней уже как бы сопряжен, это уже твой аватар. И вот блудная дочь возвращается к тебе, наконец-таки я катаюсь на ней, проезжая ровно 70 километров, и у меня спускает покрышку. О, Ангелин, а ты что там делаешь? На днях мы будем снимать подбор авто для одного человечка, все его любят и знают, и я ищу подходящие варианты на Дроме. И как, получилось найти что-то подходящее? Ну, конечно, нашла, здесь же просто огромный выбор машин на любой вкус и цвет. И вообще, благодаря Дрому, мое время подготовки к съемке заметно сократилось, потому что мне не нужно самостоятельно проверять все объявления. Приложение делает это за меня, поэтому все объявления честные и актуальны. Слушай, а ты отбираешь автомобили для подбора только исходя из своего личного опыта? Ну, на самом деле не только, потому что на Дроме есть еще и отзывы реальных владельцев, которые помогают узнать все плюсы и минусы и нюансы эксплуатации разных авто. И благодаря этому я никогда не буду сомневаться в своем выборе. Киндер, на Дроме больше всего реальных объявлений, поэтому я сама ищу машину именно тут. Качайте приложение и ищите машину мечты. Так, и сейчас будет реакция Эдварда Биловича и его прекрасной девушки. Это жена, алло. Жена, Камила, тем более. Еще более романтично. Гадал, гадал, гадал. Долго не гадал. Сразу понял. Это гордея жена на ней. Сто процентов. И здесь, я вам скажу, она... Невеста? Нет, я его девушка. Взял предложение? Нет. Мы обсуждаем машину? Если ты будешь с ним тет-а-тет, то можешь за меня обсудить, пожалуйста? Могу вас перетереть и так навалить на ухо. Хорошо. Спасибо, брат. Марат, привет. Приветик. Ангелина. Очень приятно. Я поклонница твоих песен. Для меня самый лучший. Да, вообще кайф. Спасибо. У тебя какая тачка у самого? Слушай, я не вожу машину. У нас у жены. Мой вкус на машины и музыку остановился на НФС Underground 2. Насчет НФС. Посмотри назад. Машина похожа? Я видел. Вот это да. Машина куклы Барби, получается, да. Мы эту машину с Дюманом отвозили, я видел ее до, и сейчас я просто в шоке. Вау. Ангелина, это твоя новая машина. Да. Какая красивая, зайка. Выглядит она очень классно, очень классно. Прикольно, необычно. Просто самая офигенная машина. Как ее зовут? Макстарт. Красиво, необычно. Такой машины ни одной здесь сейчас. Очень красивый автомобиль. Очень круто. Блин, такой цвет. Цвет я впервые такой вижу. Ни у кого такого цвета я не знаю. Это реально, ты первый открыватель получаешь. Это самый лучший цвет вообще, когда я либо видел. Мне бросается в глаза, что она цвета кожи. Цвет вообще идеальный. Персиковый, прикольный цвет. Такая красивая, коралловая, елы-палы. Когда приехала, вот еще оттуда меж машин, увидела ее и подумала, блин, а кто на такой крутой тачке приехал? Реально, клянусь. Ребят, ну и теперь реакция Дилары на свеже покрашенный персик. Блин, цвет очень крутой. Ты увидел ее? Да. Какая у тебя реакция первая? Ну я офигел на самом деле. В таком цвете есть только Форд Мондео. Если ты знаешь, я не помню, как она называлась комплектация, у Форда Мондео четвертого. Они с завода в таком цвете шли. Реально? Коралловый такой, персиковый? Он как бы не идеально точно такой же, но розовый. Розовый. Это было их содружество с какой-то бьюти компанией. И когда я его видел, это первое, что пришло мне в голову. Это же Форд. И не приторный розовый, да? Да. И в то же время не такой нежный, сбалансированный персик. Это такой прям муси-пуси цвет. Вот, но дисочки, дисочки, я считаю, что вот это вот пацаны заценят. Диски на 100. Где диски? На 100? Мне диски очень нравится. Я впервые вижу, что бы, кстати, Андрей столько улыбался. На самом деле, типа, она тебе нравится. Где я вижу. Да, прикольно. Я скажу так, я не люблю, по-моему, шестерку, эфку. В принципе, только не люблю, но когда я смотрю вот так, вот я не вижу лица, это 10-10. Если я сейчас делаю два шаги назад, оценка упадет на 2-2, наверное. Капец, тут диски крутые. Реально, все обращают внимание на диски, это прикольно. Но диски бросаются в глаза? Конечно, бросаются. Я же хочу отпрыгнуть немножко от них. Ну, очень красивая машина. Я бы на вашем месте поставил как минимум 4 охранника вокруг нее. Хорошо. Если вакансия свободна, я могу занять один угол. Слушай, но если ты будешь охранником, то трое остальных не нужны. Все, тогда я буду рядышком охранником. Все, отлично. Давай кулачок. Эта кожаная М-ка покорит не одно сердце. Диски просто серьезные. Очень. Кстати, спасибо ребятам из Forged Kingdom за красивые дискули в сборе с покрышками и очень приятный прайс. Даже не ожидала, что они настолько классно сядут. Ссылочку на них оставила внизу. Теперь на дороге все взгляды точно троги. Она на этих дисках смотрится просто волшебно. Нет, диски добавили. Черные диски? Да, прикольно. Ну, чего-то не хватало. Ну, вот сейчас как будто торт 10-слойный и вот эта вишенка, она прям идеально закрывается. Да, да. Диски прям 10 из 10. Диски, кстати, тоже прикольные, да. А это получается, они двухсоставные, да? Это не фейк. Это ковка двухсоставная, двадцать первый диаметр. Дисочки просто вишенка на торте. Да, именно таким голоском. BMW M5 Club Sport. Сколько она стоит, как ты думаешь? Смотря какой у нее двигатель. У нее 4.4. Я думаю, стоимость ее 2 миллиона сусот. Я говорю, рямов на 5. Ну, как тачка новая, как бы. Полторашка, да, где-то. Если ты знаешь, сколько я Диму покупал, мне обязательно звучать. Кстати, я бы сейчас придумал ей название. Ты, как я понимаю, человек творческий и сам пишешь все свои тексты. У тебя нету гострайтера. Угу. Какое это название вот сходу ей можно ждать? Может, кожаная эмка? Что-то не очень сексуально, по-моему. Сексуально? Ну, тогда татарский кен. Татарский чак-чак. Ну, по сути. Кожаный чак-чак. Блин, это что-то не слово. Кожаный чак-чак, кстати, да. В общем, мне, конечно, как называется эта порода боевой собаки, которая на пулю похожа? Вот эта, с таким лицом. Короче, вот это название и плюс татарский надо вставить. Персик. Только, наверное, с ударением на э, типа персик. Персик. Розовые смешарики, помнишь? Вот эти круглые розовые маленькие. Нюша. Нюша. Реально, кстати, похоже на Нюшу. Да. Пускай будет Нюша. Это, наверное, самое оптимальное, самое лучшее подходящее для нее имя. Коралловая пися. У меня очень милый носик. Не знаю, я какой-то вайб Hello Kitty. Реально? Да, я не знаю, как его можно назвать. У меня какое-то вот такое настроение. Персик. Персик? Персик, это значит. Мартаделла. Какое название? Блин, персик. Первое, что в голову приходит. Просто уже шесть. Шесть человек сказали про персик. Пусть будет зефирка. Жалко, что это не Rolls Royce. Rolls Royce. Кстати, ребята, давайте строим конкурс в комментариях. Я знаю, что вы у меня очень креативные, кератинные. Напишите свое название этой малышке в комментариях, а я сброшу хороший кэш на карту вот за такой креатив. Let's go! Проезжая ровно 70 километров, у меня спускает по крышку. Вот как это было. Никуда не влетали. Не было никаких точков, никаких предметов жестких. Сейчас испустили. Ну, сначала надо снять, посмотреть, что с ним, и уже от этого будет понятно. А если что у вас есть, зачем делать так? Конечно. Мы прождали больше, чем полтора часа. Конечно, было бы легче все-таки эвик доказать. Ладно, нечего, блин, унывать. На самом деле, позитивное мышление, его нужно уметь наработать, сделать частью своей жизни. Здесь искать плюсы. И как это исправить? Сейчас вы думаете, тут полная разборка резины. Переборка колеса. А просто там его, типа, ногой присутствует? Не вариант. Ну, это максимум. Следующего перекрестка. А, то есть его нужно изнутри как-то вдеть нормально? Да. Ну, хотя бы нашли проблему. Мы с поднимым подбородком проходим все трудности. Да, Даня? Ура. Вместе. Хорошо, у вас прощение за мой внешний вид. Я просидела в машине 4 часа, ожидая, пока мне сделают колесо. Взяли с меня ни много ни мало 16800. Я не знаю, это много по московским меркам или нет. За то, что они залатали одно колесо. Ну, я просто сидела. Мне доделали колесо. Я просто поехала в каком-то омуте. И я понимаю, что мне почему-то так идет эта машина. То семерка, которую мы не могли доделать целый год. Наконец-то доделали. Я этому очень рада. Настолько нервов было положено на эту машину. То белоснежка, а точнее персик. Просто я выезжаю, никуда не заезжаю. Я просто еду по своим делам. Проехала всего 80 км и попала на это колесо. Оказывается, просто ниппель был не закручен. Просто был ниппель не закручен. И да ладно, пофиг на эти деньги. Пофиг на то, что просидела 4 часа. Просто я не понимаю, почему. Почему мне так не везет? И я понимаю, что со стороны это выглядит просто как распускание людей. Но все-таки мой канал это мой дневник. И я пытаюсь найти ответ, почему мне так не везет. На машину. Даже когда я пытаюсь сделать кому-то добро. С одной стороны, ты думаешь, я никому плохого ничего не делаю. Живу по совести, по чести, как родители воспитали. Стараюсь делать добрые дела. Делать их от чистого сердца. Но потом просто в какой-то момент ты натыкаешься на такое количество говна. И говно не только по жизни, но... Ребят, я читаю все комментарии, которые вы пишете. Когда вы пишете что-то обидное, Вы, наверное, думаете, что это не дойдет до адресата. Это всегда доходит. И я все вижу. Все даже комментарии написаны не со зла, от балды. Просто сел попой на клавиатуру написал. Это все равно все видно. И это очень трогает. Особенно, когда ты горишь проектом. Ты его делаешь долго, кропотливо. Сводишь все процессы, контролишь это все. Да, не своими руками. Знаете, Стив Джобс тоже не своими руками айфоны собирает. И это к чему вообще все? Просто хочется, чтобы в мире было больше добра. Чтобы каждый относился друг к другу с уважением. С уважением к своей работе, которая потом касается других людей. И именно поэтому я и снимаю добрые видосы. Потому что сейчас очень темное время, согласитесь. А в темное время хотелось бы, чтобы звезды сияли ярче. Чтобы, не знаю, какие-то лучики добра сквозь эти темные тучи прорезались. Почаще. Поэтому... Поэтому, да. Все. Я извиняюсь перед вами за меня такую эмоциональную. Но я хотела выговориться. Я надеюсь, что что-то из... Ну ладно, может, ничего не выносить из того, что я сказала. Просто этому дневнику я хотела поделиться. Своими переживаниями. Конечно, не стоило плакать из-за этого. Но это была как последняя капля того, что я прожила за эти полгода. Как вы понимаете, обе мои машины находились в сервисах. Обе мои машины, они где-то были где-то в метафизическом пространстве. В параллельной реальности, но не со мной. И я чувствовала себя просто какой-то мамой, которую покинули вообще все ее дети. И я с ними вообще не вижусь. У меня их отобрали как будто бы. И, конечно, это было очень неприятно. И, наконец, я смогла почувствовать, что они рядом. Они со мной. Причем обе машинки. И семерка. И шестерка. И даже гелик дома уже. Тоже починенный. Скоро мы восстановим нашу хронику. Метаморфоз. И переоденем его заново. Но что хочется сказать насчет всех ребят, которые занимаются апгрейдом тачек. Так или иначе. Я как бы к этому бизнесу никаким образом не отношусь. Да, я очень долго сотрудничала с БГТ. Я знаю всю эту внутрянку. Я знаю, как это работает. Я знаю, как это сложно. Я знаю, как это энергозатратно. И человеческий фактор в этом плане играет огромную роль. Но мне кажется, что в любом процессе можно человеческий фактор немного отладить. Грубо говоря, если машину забирают на детейлинг. Если машину забирают на оклейку. Ну поставьте вы, я не знаю. Ну вы знаете, что вы будете оклеивать ее 3 недели. Но скажите клиенту, слушай брат, мы сделаем за 4 недели тебе ее. То есть вы берете запас себе. И если вы сделаете тачку за 3 недели и сдадите ее раньше, то вам будет плюс вайп, плюс реп 100%. Но если вы скажете, что вы сделаете за 3 недели, а сдаете через 4 недели, а то и через 4,5. Блин, ну как будто бы это неуважение, серьезно. Я никого, ни к чему не призываю. Просто это вот крик души, потому что я натерпелась полна. Не хочется, чтобы это больше с кем-то происходило. Я никому этого не желаю. Потому что статус ожидания, статус неопределенности, когда ты не знаешь. Вот ты просто реально не знаешь каких-то сроков. Ты не знаешь, когда то или иное событие произойдет. Это, наверное, одно из самых худших ощущений, которые ты можешь испытать. Короче, ребят, поэтому всем peace, мир. Наслаждайтесь красивой внешкой моей шестерки. Давайте придумаем ей имя Крикуха, которое ей больше всего подойдет. Мы выберем с вами его, и я посмотрю, что мне души откликнется. Туда я и отошлю деньги. Давайте вместе подумаем, придумаем. И будет у нас кататься либо персик, либо татарская кожа, либо еще что-то по дороге. Это будет очень классно. Надеюсь, что моя история вас чему-то научила, что-то вам рассказала, была интересной. И также надеюсь, что никто из вас не будет испытывать таких чувств, как я, в плане своей машины. Потому что мы с вами petrolhead. И очень важно, чтобы наши любимцы были вместе с нами дома. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok